Сегодня наша тема это хасидизм. Хасидизм возник в 18 веке на территории Украины и причиной возникновения хасидизма, как бы глубинной причиной, было то, что предыдущие формы иудаизма, классические формы, не справлялись с посредностями еврейства Украины. Они не давали ответ на те запросы, которые были у общества. И когда такие проблемы накапливаются, возникает нечто новое. Хотя оно возникало очень постепенно, но, конечно, явилось полной религиозной революцией. Почему прежние системы не работали? Классическая еврейская система, которая осталась в Литве, и поэтому сегодня мы часто называем ее литваками, но она была во всех местах, она была основана на изучении тары. То есть общество с точки зрения культурной представляло собой пиамиду. На самом верху находились лучшие ведущие знатоки тары, их какие-то ешивы, даже не то, что оформленные ешивы, но их учебные центры. И в этих учебных центрах часто очень уровень изучения был такой, который, конечно, был совершенно, который не могли понять простые люди. Но это как университет. Университет устроен так, что есть ведущие профессора, академики. Академики не преподают студентам и даже не преподают каким-то предвинутым студентам. Академики учатся только или преподают на каких-то спецкурсах с профессорами. Уже профессора преподают студентам. Студенты преподают, из них вырастают учителя и преподают школьникам. Но академик не может прийти в школу. Он не может начать преподавать не потому, что он не знает, а потому что та форма, в которой он преподает, она совершенно не подходит для школьников. И нужен совершенно другой уровень. То есть для школьников нужен другой тип преподавания. И школьник не может понять, или простой человек не может понять академика в профессиональном смысле. То есть есть некоторая пирамида, на каждом этапе пирамиды происходит своя передача знаний, форма передачи трансформируется, когда она спускается от академиков к простым людям, она трансформируется в то, что понятно простым людям. Но в то же время всякий простой человек понимает, что если он не будет финансировать академию, то завтра у него не будет университетов, а послезавтра у него не будет преподавателей для своих собственных детей. Поэтому если он хочет, чтобы культура жила, он должен финансировать работу академиков или каких-то ведущих профессоров, хотя они пишут заумные статьи, которые он сам не понимает. Вот примерно так же была организована культурная жизнь евреев Европы. На самом верху были знатоки Тары, которые писали книги, которые очень трудно были или вообще невозможно понимать простому человеку. Но дальше они учили более простых учеников, те учили детей или организовали школы, и для простого человека существовали всеми курсы. То есть учеба Тары была центром культуры, и все общество понимало, что нужно финансировать обязательно деятельность вот этих ведущих раввинов, хотя они не понимали, что эти раввины говорят, то есть даже не понимали, что говорят академики и профессора. Но если не финансировать эту деятельность, то потом не будет преподавателей для их собственных детей, и еврейская культура погибнет. И поэтому община финансировала всю эту систему. А в Украине эта вся система была разрушена. После погромов во времена Богдана Хмельницкого, это в конце 17 века, разрушилась структура вот этой еврейской общины. И поэтому вот эти колеса, которые передают, колесики, которые передают знания и понимания, они были сломаны. И поэтому еврейство общины было в таком тотальном как бы обмороке, который продолжался целое поколение, которое невозможно было исправить. Не говоря о том, что было огромное число погибших и разрушена экономика, но также была разрушена и культурно-религиозная жизнь. И на этом фоне оказалось, что прежняя система не подходит. И хазидизм создал совершенно новую систему, которая смогла дать евреям Украины прежде всего, а также Польше и других стран, какой-то совершенно новый подход, который не был основан на учености, каким он оставался в Литве, а был основан на совершенно других новых принципах. Этот подход стал израбатывать тех, которые звали Исейль Бен Лезер по прозвищу Бальшем Тов, хозяин доброго имени или сокращенно Бешт. Он слыл чудотворцам, но таких чудотворцев было немало в то время. А главное, что он смог сделать, он смог создать совершенно новый способ преподавания, передачи иудаизма, который был основан на психологизации каббалы, если так можно выразиться. То есть каббала, которая до этого была чем-то про высшие миры, Бешт смог ее спустить, снизить на уровень простого человека, на уровень понимания простым человеком, на уровень проекции на психологию простого человека. И вот этот совершенно новый путь, который дал каким-то высшим идеям путь к пониманию простым человеком на основании его собственной психологии, это то, что и стало потом хасидизмом. Однако группа, которую Бешт преподавал, была очень маленькая, и никто вокруг не знал и не понимал, что это действительно назовевает важнейшая духовная революция. Бешт умер в 1760 году, и лидером этой группы стал человек, которого звали Мадид Измежевича. К нему пришли много новых учеников, он обладал потрясающим педагогическим талантом и смог воспитать целую плеяду лидеров хасидизма будущего. В 1772 году Мадид умер, и он перед смертью сказал своим ученикам, чтобы они разошлись по всей Восточной Европе, по еврейским общинам Восточной Европы, и каждый бы начал свою собственную деятельность. То есть период как бы такого инкубационного периода хасидизма, это примерно с 1740 до 60-го это Беш, с 60-го это по 72-й это Мадид, и мы видим, что этот период очень длительный, он занимал 40 лет, 30 лет или даже немножко больше, но в 1772 году вдруг возник хасидизм как бы ниоткуда. Возникло много новых лидеров, каждый из которых был шиньерчайшей звездой, каждый из которых обладал новым подходом, каждый из которых умел донести каббалистические идеи до простого человека, до его психологии, до его понимания, и хасидизм вдруг стал распространяться с огромной скоростью по еврейским общинам Восточной Европы. В этой ситуации возник очень быстрый конфликт между литовскими евреями и хасидизмом. У литовских евреев не было никакой потребности в новом подходе. Подход университетский, основанный на учености, прекрасно работал. И лидия литовских евреев, веленский Гаон, даже наложил хером на хасидов, то есть отлучил их от синагоги, запретил с ними общаться, и хасидизм был изнан из Литвы. Но на другие страны влияние Гаона, его авторитет не распространялся в такой степени, и хасидизм там сохранился. Важнейшими отличиями хасидского подхода от подхода литовского или классического были следующие. Во-первых, литовский подход, или он же классический, был основан на учености, прежде всего, знания Тары. А в хасидском подходе прежде всего, личность лидера. То есть, значение хасидского раби далеко-далеко выходило за пределы просто знатока Тары, или просто мудреца. Можно сравнить это с тем, например, как в университете относятся к ведущему ученому, или академику, создателю даже новых теорий, вполне нормально его критиковать, при том, что его все уважают и слушают, и стараются его идеи как-то продвинуть, но вполне нормально критика, вполне нормально, что другие профессия с ним не соглашаются, и все находятся в одной системе. Потому что главное в университете это не личность ученого, а главное это знание науки. И точно так же в литовском иудаизме главное это не ведущий раввин, а главное это знание Тары. И поэтому несогласия и споры вполне уживаются в одной системе. А хасидская система, это система, основанная на лидере. И если делать аналогию, то это как музыкальная группа. Есть фанаты определенной музыкальной группы. И им важно не просто слушать песни, а именно встречаться с лидером, ощущать его. Если в университете, скажем, никто не учится по книгам Эйнштейна, а учится по учебникам теории относительности, которые написали другие преподаватели, которые гораздо более понятно для студентов объясняют эту тему, и ни у кого не возникает идея, что нужно обязательно читать оригинал Эйнштейна, то в музыкальном мире наоборот. Фанаты определенной музыкальной группы хотят слушать именно эту группу, а вовсе не то, как другие вполне неплохие певцы исполнят те же самые песни и хотят лично встречаться. Поэтому очень важные турне, очень важная встреча, там, прийти живьем на какое-то выступление, хотя это может быть в огромной толпе, и, может быть, даже качество будет ничем не лучше, чем слушая запись. Но вот это чувство личной встречи очень важно, потому что здесь именно личность стоит в центре. Именно так был устроен хасидизм. В каком-то смысле главным религиозным чувством для литовских евреев были чувства интеллектуальные, знания Талмуда, знания источников, логическое обсуждение, то есть их двекут, то есть прилипление к Богу, было прежде всего интеллектуальным. И оно работало в Литве, но оно не работало в Украине. И поэтому для хасиды создали другую систему, где двекут был эмоциональным, где знания имели гораздо меньшее значение. А вот эмоции и чувство связи с личностью, и чувство восторга, оно имело гораздо более сильное влияние и гораздо большее значение. Конфликт и вот эти две системы были совершенно разными. И между ними сначала возник конфликт и война. С 1772 года, когда Веленский Гаон наложил хэром на хасидов, прежние общины пытались вытеснить хасидов, и они даже стали называться всеми снагдем, то есть противники. Как бы у них собственного содержания не было, а их содержанием была борьба с хасидизмом. Но эта борьба полностью провалилась. Хасидизм смог устоять. И через 30 лет, после начала этой войны, в начале уже 19 века, в Российской империи, а все хасидские области и вообще все основное население Восточной Европы стало к концу 18-го, начало 19-го века подданными Российской империи, в Российской империи установили закон, что хасиды имеют право на свои общины, и эта война фактически закончилась. Окончательно она закончилась после наполеоновских войн, когда ситуация уже совершенно изменилась и стала не до прежних эсприй. Очень известная притча, которая описывает отношения хасидов и литвоков, возникла на почве конфликта из-за кабалы. Для литвоков кабала была высшей частью иудаизма, конечно, важнейшей. Литвоки не только изучали Талмуд, но и, конечно, кабалу тоже, но это было только для очень передвинутых, это не было для простого народа. Безусловно, Веленский Гаон был крупнейшим знаком кабалы в мире, в XVIII веке все с этим были согласны, и хасиды, кстати, тоже были с этим согласны, что уровень знаний Веленского Гаона превышает всех. Но это было очень такой элитистской группой, элитной группой. Это было только для, как я уже сказал, знатоков. А хасиды, наоборот, упрощали кабалу, психологизировали ее, то есть сводили вещи по высшей мере к психологии простого человека и обучали всех. И вот этому, как бы, вот это учение у хасидизма, то есть кабале, психологический кабале для простого человека. Кабалы, спроектированные на психологию. И литвики считали, что это такой подход к кабале, что это профанация, и такого быть не должно. В ответ хасиды рассказали очень известную притчу. Притча была такая, что есть царь, у которого есть сын, любимый, необычайно важный для царя, но есть у царя жемчужина. И эта жемчужина такая дорога и такая ценная, что царь держит ее в сейфе, а сын еще молод, и сын не понимает ценности этой жемчужины. И поэтому царь не дает сыну играть с жемчужиной, хотя сын любимый. Но случилось так, что сын заболел. И приходили врачи, и предлагали разные способы лечения, но ничего не получалось. Пока не пришел еще один новый врач, этот врач сказал, жемчужину, которую царь держит в сейфе, ее надо стереть в порошок, растворить в воде, и вот этим жемчужным взвесью, этой жемчужной жидкостью поить из ложечки сына, и тогда он выздоровеет. И тогда царь, который не давал сыну играть в жемчужину, и пока сын был здоров, когда сын заболел, согласился стереть жемчужину в порошок, и вот этим жемчужным настойкой поить своего сына, для того, чтобы его излечить. В этой притче царь – это, естественно, Всевышний, сын царя – это еврейский народ, а жемчужина – это каббала. И пока еврейский народ здоров, действительно, только для продвинутых и знатоков доступны понимания каббалы. Но когда сын болен, то все деудии методы, все деудии раввины не могут его излечить, и приходит хасистский раввин, который предлагает истолить жемчужину в порошок, и створить в воде. И царь на это согласен, потому что это было бы профанацией, если бы сын был здоров, но это единственное лечение, когда сын болен. И в этой притче видно, что хасиды считали, что хасидизм – это единственное спасение для еврейского народа. Конечно, в итоге есть и хасидские общины, и есть и нехасидские общины. И они должны опять-таки уравновешиваться. Для кого-то подходит один путь, для кого-то другой. И, как я уже сказал, этот конфликт, очень острый конфликт, который возник в конце XVIII века, к началу XIX века он исчерпался, а уже в самом XIX веке началась конверденция. То есть хасиды все больше перенимали важность учебы, хотя они, конечно, оставались с системой хасидии, хасидского лидера, рэбби, и, конечно, они оставались более эмоциональными, чем литвики, но литвики тоже перенимали несколько эмоциональностей. Хасиды перенимали учебу, литвики перенимали эмоциональность, и началась конверденция, эти группы стали более блестить друг к другу, и конфликт фактически ушел. А еще через сто лет, в начале XX века, хасиды и литвики организационно уже объединились, потому что у них возник новый конкурент. Новым конкурентом был религиозный сионизм. И по принципу против кого дружим, хасиды и литвики объединились в такое движение Агудат и Саэль, которое стало заниматься проблемой сегодняшнего дня, то есть противостоянием харидим и религиозного сионизма. Это мы обсудим в дальнейших лекциях. Среди хасидских направлений, которые сформировались с самого начала, но пошли по иному пути, чем основная масса хасидизма. Надо назвать два. Это Хабад и Братслав. Хабад, в отличие от других направлений, сформировался в Беларуси. Беларусь, с еврейской точки зрения, всегда была промежуточной зоной между Литвой и Украиной. Двумя большими центрами, как бы двумя совершенно разными центрами. А в Беларуси было стильное влияние Литвы, но все же не такое полное доминирование. Поэтому Хэром Веленского Гаона не смог изгнать евреев из Беларуси. И там сформировался особый вид хасидизма, более литовский, как бы, на середине между Украиной и Литвой. И этот более интеллектуальный, более литовский вид хасидизма стал зваться Хаббат. Сам термин Хаббат означает интеллектуальные силы души. И в этом смысле Хаббат был более интеллектуальным, чем остальные виды хасидизма. Когда остальные виды хасидизма делали весь акцент на эмоциональной части, Хаббат сильно акцентировал также интеллектуальную часть, при том, что он все-таки был, конечно, хасидским направлением, а никак не литовским. Впоследствии Хаббат оказался на фронте, как бы, главной линии противостояния уже в 20-м веке впоследствии с советской властью. И в войне за сохранение еврейской жизни, когда советская власть пыталась ее уничтожить в 20-е годы, лидер Хаббата Раяц был посажен в тюрьму, потом он был выпущен и смог уехать в Америку. И Хаббат перенес свой центр уже после Второй мировой войны перенес в Америку. И здесь, конечно, огромное влияние последнего любавического рэби Минахи Мендолош сона, который, в отличие от других хасидизмов, смог обратиться к простому человеку нового вида. Вначале мы говорили о том, что в XVIII веке хасидизм обращался к простому человеку, но потом, в течение XIX века хасидизм как бы, так сказать, ушел в свою область, несколько закуклился, если так можно выразиться, и стал уже обращаться к своей общине. То есть у каждого вида хасидизма стала своя традиционная община, которая передавалась в поколениях, и это уже не были простые люди, это уже были вполне, так сказать, замкнутая группа. А новый простой человек, он стал отличаться от простого человека XVIII века. В XVIII веке, в конце XVIII века, простой человек, это человек, который религиозный, он никак не менее религиозен, чем знатоки Тары, но он не образован, он не понимает Талмуда. Ему нужен религиозный подход другого вида, но подход для религиозного человека. А за 150 лет, которые прошли уже почти 200, больше, простой человек изменился. Простой человек сегодня, это наоборот, человек, который не религиозен, который вообще ничего не знает про религию, но при этом вполне образован со светской точки зрения, вполне интегрирован в светскую жизнь. И вот к такому простому человеку хасидизм совершенно не обращался. Вся традиция хасидизма обращалась к другому простому человеку. И ни один хасидизм, кроме хабада, не перестроился в этом плане. А хабад под влиянием последнего любавического любавического имена имена хамена лош на сон смог найти новые формы, адекватные для современного простого человека. И в этом он очень преуспел, он построил центр хабада по всему миру, и стал для очень многих нерелигиозных людей таким важной религиозной точкой, важным религиозным центром. Вторым видом хасидизма, который тоже пошел по своему особому пути, это братцевский хасидизм, который, в отличие от других видов хасидизма, не назначил преемника умершему лидеру. То есть Абин Ахман с Братслова, когда он умер, братцевские хасиды не назначили нового рэби, а стали учиться по его книгам. И подход Абин Ахмана был очень особым. Он был совершенно не похож на другие подходы 19 века. А именно Абин Ахман учил, как человек развивается в процессе кризиса. Этот кризис, инстинциальный кризис, можно сказать, он является основой братцевского хасидизма. И он был далек в 19 веке от рациональности окружающего мира. А в 20 веке, когда наоборот инстинциализм и понимание кризиса стало центральной темой вообще западной культуры, вдруг братцевский хасидизм обрел огромное число последователей и сегодня является очень важной частью интеллектуальной еврейской жизни. КОНЕЦ